Привет, мои маленькие любители игрушечного экстремизма. Да и большим тоже привет. Я прибавилась врагов среди торговых марок, выпускающих игрушки. Помните таких? World of Toys. Ну, Симба со слоном. Синяя лошадь. Сзади все одно и то же не буду показывать. Я все-таки похожу, что это мини-набор пони. Пони? Кто же придумывает эти игрушки там, а? Кто? Вот интересно посмотреть в лицо этого человека. Дохлая лошадка с бумажкой на пузе. Лошадка-дистрофан. Мне кажется, это стал причиной цвета ее кожи. Ммм, сердечко. Правда, это не спасает от того, как она выглядит в фаз. Чудесная коса растет прямо из щели в шее. И как у любой лошади, примотана к ноге. А тут она, по-моему, извините, пукнула волосами. Среди аксессуаров гребень, которым нужно расчесывать ее волосы. Лошадиные ботинки. Лошадиная шляпа. И очки Ридика. Чтобы они правильно позиционировали, как зомби-лошадь, было бы и прикольно. Какая чудесная грива. И лошадь сразу начинает линять. Ну что же, давайте нарядим это тощее убожество. Та-дам! Вы знаете, на улице иногда можно встретить психически неравновешенных тетушек, которые одеваются примерно так. Приношу свои извинения психически неравновешенным тетушкам, которые смотрят этот канал. Нет, если бы они ее позиционировали, как стремная лошадка-труп, может быть, было и весело. Но так, это жесть какая-то. Поскакали в психбольницу. Эти лесные создания были когда-то прекрасными и величественными, пока они перешли на темную сторону. Темный эльф. Как-то уж очень сильно он перешел на темную сторону. Этот монстр слегка удивлен видом темного эльфа. Мне кажется, производители просто смотрят картинки в Гугле или в Яндексе, или в Яху, или не знаю, в каком поисковике. Может, в китайский, что у них там разрешено. И делают игрушки. Друг, ты вначале лук научись держать? Мда, мда. Какой-то это корявый Джим Керри, который любит выпить. Эй, ты, братан, третьим будешь? Вот объясните мне, зачем ему подвижность этой руки? И этой. Хотя он может щекотать себя. Или изображать танцора диско. И ботиночки подставить. Новый претендент на танцевальное видео. В комплекте еще колчан, который можно с трудом закрепить сзади. Но все-таки можно. Видите как. И вот такой щит. Который, кстати, выглядит неплохо по сравнению со всем остальным в этом наборе. Но держать вот так он его не может. А вот так это перебор с защитой. Зато у меня издельное предложение. Вперед. Кто-то спросит, зачем я делаю видео на плохие игрушки. А для того, чтобы, например, компания Симба разорилась и никогда больше не смогла производить игрушки. Печальная одеваемая девочка. Действительно очень грустная. Ведь дело все в позиционировании, понимаете? Вот сделали бы, что это Степа, прикол, и ржака. То, может быть, и покупали кто-нибудь. Нормально бы. Это труба. А, подождите. А. О, боже ж ты мой. Ой, 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 ой. О, господи. Лицо этой девочки меняется с ужасно печального на ужасно радостное. Ну или на его полное отсутствие. Чему учит эта игрушка? Доченька, мы купили тебе красивое платьице под цвет твоего бантика. Нет, я хочу все розовое. Ладно, ладно, только не поворачивай больше свое лицо. Вот тебе розовое платье и новые розовые ноги. Вот тебе нормально. Правда, я еще хочу сумочку. На, доченька, подавись сумочкой. Не бойтесь, не поперхнайся. Что это вообще такое? Как это можно... Что это за... Ну вы что? Розовое платье, розовые ботиночки. Я даже не буду шутить про цветы и волос. Фух, все. С компанией Симба покончено. Ужасающие, нелепые игрушки, которые, вы знаете, уже имеют характерный для китайского производителя запах. А детскому миру должно быть стыдно за продажу этих игрушек. Нет, нет, нет. Не делай больше обзора на компанию Симбы. Компания Симба придет к тебе ночью. До новых встреч. Пока.